добрый день уважаемые студенты сегодня мы продолжаем изучение персептронных моделей нейронных сетей сегодня мы поговорим об алгоритмах обучения персептрону выделим несколько важных алгоритмов обучения персептрона 1 это метод безусловной оптимизации метод наискорейшего спуска метод ньютона и алгоритм lms целью любого алгоритма обучения персептрона является минимизация некоторых функций стоимости относительно синаптических весов как это видно из данных в методах безусловная оптимизация необходимым условием оптимальности является равенство нулю градиента функции стоимости что такое оператор градиента это мы видим вот такая вот частная производная по весам и по-другому оператор гамильтона поэтому важно вычислять градиент функции стоимости персептрона вот в таком виде из всех методов безусловной оптимизации для создания фильтров лучше всего подходит алгоритм последовательного спуска в этом случае начиная с исходного значения синаптического веса на каждом этапе итерации то есть спуске новые значения синаптических коэффициентов приводят к уменьшению значений функции стоимости как это видно из данной формулы да то есть с функция стоимости на новые итерации меньше функции стоимости итерации которая применялась до последующие алгоритмы относятся к данной группе методов безусловной оптимизации теперь поговорим о методе наискорейшего спуска данном методе уменьшение функции стоимости выполняется направление противоположным вектору градиента если обозначить градиент следующим образом то формально алгоритм наискорейшего спуска можно записать вот в таком виде здесь синаптический вес нейрона новой итерации равен такой вот записи где синаптический вес при старой операции отнимается от произведения градиента функции стоимости на параметр скорость обучения с этим коррекция синаптических весов выполняется следующим образом как мы видим из следующей формулы разложим функцию стоимости в ряд тейлора то получаем следующее выражение для значений функции стоимости при новой итерации и тут разложение до или следующим образом из последнего выражения видно что для всех малых значений параметр обучения значение функции стоимостью уменьшается на каждой итерации ну и главный достаток методы скорейшего спуска это медленное обучение метод ньютона идея метода ньютона заключается минимизации квадратичной аппроксимации функции стоимости определенной точке которая характеризует пространство синаптических весовых коэффициентов минимизация выполняется на каждом шаге алгоритма используем разложение функции стоимости в ряд тейлора но как это было показано ранее вот так вот выглядит разложение функции стоимости в ряд тейлора здесь под следующей величиной нужно понимать что это матрица гейси или кися он выглядит следующим образом это совокупность различных синаптических весов по энергии метод ньютона инкремент дельта е достигает минимума в случае когда выполняется условие гардиент на произведение матрицы гейси на изменение синаптического веса разрешая последнее уравнение относительно превращение синаптических весов мы можем получить вот такой вот форму таким образом корректировка синаптических весов происходит следующим образом вот как это было показано примере матрицы гейси как мы можем сделать это при реализации но чуть чуть лучше получается у нас то есть новое значение синаптического веса равняется величине старого значения синаптического веса минус произведение матрицы гейси на градиент функции стоимости метод ньютона довольно быстрее сходится и не приводит к отрицательным свойствам метода наискорейшего спуска однако для наибольшей эффективности метода матрицы гейси должна быть положительно определенной что не всегда достижимо это можно записать в число недостатков метода ньютона алгоритм lms алгоритм минимизации средней квадратической ошибки то есть лмс с переводе с английского означает лист минское то есть средней квадратическая ошибка этот алгоритм также основан на минимизации функции стоимости продифференцируем значение функции стоимости мы увидим что частная производная по весам равняется следующие венчине в этом случае считается что мы работаем с линейным нейроном то есть у которого выполняется следующее понятие об ошибке обучение поэтому частная производная от ошибки по синаптическому весу равняется величине отрицательной входного воздействия которое активизировала данную нейронную сеть далее функция стоимости исходя из этих соображений у нас равняется такой вот венчине если связывать это уравнение с этим окончательно алгоритм lms можно сформулировать следующим образом то есть новое значение функции стоимости при следующей итерации равно функции стоимости предыдущей итерации плюс параметр скорости обучения вектор входных воздействий и вектор ошибок важным свойством алгоритма lms является то что он не требует знания статистических характеристик окружающей среды спасибо за внимание 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 спасибо за внимание